В этот день, 25 мая, родились. Николай Петров, русский ученый и инженер, он активно участвовал в строительстве Транссибирской магистрали. Игорь Сикорский, авиаконструктор, создатель первых русских самолетов и первых американских вертолетов. Его гранд-русский «Витязь» Илья Муромец положили начало мировой многомоторной авиации. Космонавт и дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко Один из самых известных космонавтов, Георгий Гречко, очень легко мог не полететь на орбиту и даже не дожить до взрослых лет. Два года будущий космонавт ребенком прожил в оккупированной немцами части России. Он видел сожженные деревни, казни, рисковал жизнью, даже начал курить в детстве, чтобы перебить постоянное чувство голода. Потому и школу он окончил поздно, в 18 лет, и говорил о себе скромно. Особых талантов у меня не было. Все давалось трудно. Я с детства всегда засиживался за уроками за полночь. И все-таки он наверстал упущенное. Институт Гречко окончил с отличием, потом устроился на работу в ОКБ-1 под начало самого Сергея Королева. Волевой, умный, трудолюбивый инженер понравился своему звездному начальнику. Гречко был из тех, кто производил расчет траектории спутника-1 в 1957 году. В каком-то смысле, 34-й космонавт Советского Союза был еще и у истоков всей космонавтики. И вот Королев и приложил ему место инженера в новом месте, на орбите. Гречко 9 раз проходил подготовку к полетам. Он должен был даже стать первым советским человеком на Луне. Но всегда что-то мешало. Первый полет январь 1975 года. В качестве борта инженера на Союзе-17. Второй и третьей разы на рубеже 1978-1979 годов и в сентябре 1985. Последний полет на несколько лет сделал его самым возрастным человеком на орбите. Официально Гречко покинул строй космонавтов в 1955. Но и тогда, строго говоря, на пенсию он не вышел. И сдал больше 20 трудов. От строго научных до художественных и мемуаристики. Один из самых энергичных и любимых народом космонавтов. И в этот день, 25 мая 1579 года, царь Иван Грозный отправил грамоту донским казакам. Иногда этот день считается датой основания донского казачества. 25 мая 1865 года был основан Новороссийский университет в Одессе. Восьмую по счету в Российской империи. 25 мая 1873 года подписано Шонбрунское соглашение между императорами России и Австро-Венгрией о совместных действиях в случае нападения на одну из стран. После поражения в Крымской войне Россия искала союзников в Европе. И нашла Германию, Бисмарка и Австро-Венгрию. В 1873 году союз официально оформился под названием «Союза трех императоров». Почву подготовили еще в 1972 году в Берлине, куда приехали Александр II, император Австро-Венгрии Франц Иосиф и немецкий правитель Вильгельм I. Через год германский император приехал в Петербург, где подписали оборонную конвенцию. В случае угрозы каждая страна предоставляла 200-тысячную армию. Но Вильгельм сразу обозначил – соглашение вступит в силу, только когда к нему присоединится Австро-Венгрия. Поэтому 25 мая 1873 года Александр II и министр иностранных дел Горчаков приехали в Вену. Там, во дворце Шенбрун, официально оформился союз трех императоров. Правда, альянс быстро распался. Уже в 1878 году Германия поддержала Австрию против России на Берлинском конгрессе. Бисмарк очень боялся усиления России. Так что долгой дружбы трех императоров не вышло. 25 мая 1919 года в Москве на Красной площади состоялся первый парад физкультурников. Потом такие парады станут привычными на всех основных советских праздниках. 25 мая 1957 года открыта крупнейшая в СССР гостиница «Украина». 25 мая 1989 года состоялось избрание Горбачева председателем Верховного Совета СССР. 1989 год перетряхнул политическую систему СССР. Для борьбы с наступавшим кризисом Михаил Горбачев собрал съезд народных депутатов. Этих самых депутатов выбирали всеобщим голосованием. По 750 от территориальных округов, национально-территориальных округов и общесоюзных общественных организаций. Первый же съезд стал событием для Союза. Да, председателем Верховного Совета привычно выбрали Горбачева. Но впервые появилась альтернатива. Собственную кандидатуру выдвинул депутат Александр Оболенский. Тогда же на съезде стало очевидно, что в стране появилась политическая борьба. Борис Ельцин, Андрей Сахаров и большая группа депутатов ушла в жесткую оппозицию власти. А та отказывалась принимать их предложения. Вся страна прилетнула к телеэкранам и читала стенограммы заседаний Первого съезда. Это стало главным событием конца мая того года. Народ почувствовал дух перемен. Таким был этот день, 25 мая. Редактор субтитров А.Семкин